В год 50-летия движения студенческих строительных отрядов Якутии в столице республики впервые стартовал всероссийский слет студотрядов. В нем принимают участие более 2000 студентов со всей страны. Приветственную телеграмму участникам направил лично президент России Владимир Путин. В своем обращении глава государства подчеркнул, что история студотрядов насчитывает более 50 лет. По его словам, многие поколения смелых, искренне любящих родину юношей и девушек поднимали целину, своим трудом и талантом вносили весомый вклад в развитие промышленного, строительного, транспортного комплекса в стране, отечественного народного хозяйства в целом. Участников и гостей всероссийского слета ждет более 20 различных мероприятий и площадок в городе Якутске. Открытие слета – отличный повод вспомнить ветеранов движения и трудовые достижения нынешнего поколения. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Подруги Любовь Борисова и Татьяна Птицына в 70-х годах познакомились в студенческом строительном отряде «Чайка». Оба в разные года были командирами этого отряда. Чтобы носить гордое имя бойца студотряда, студентки историко-филологического факультета прошли жесткий отбор. После каждое трудовое лето осталось в памяти как самое светлое воспоминание студенческих лет. Хрупкие девушки строили школы в селах. Одна из них в селе Чукар Нюрбинского района до сих пор работает. Она уже 6 лет как стояла, недоделанная, недостроенная, потому что некому было вот такие работы провести. А тут приезжают 50 человек. Больше 100 девушки. Все девушки, кроме мастера. Кроме двух мастеров. И мы учимся, мы умеем только писать, читать, задавать экзамены. И нам вручает, как говорится, доверяет такой объект, где нужно было провести все отделочные работы. И те работы, они должны были соответствовать всем стандартам. А тогда же были такие очень жесткие стандарты ГОСТа. И мы должны были все придерживаться этого, создать этот объект. Как мы могли смело брать на себя вот такую ножку. Мы также на следующий год, в 1976 году, поехали в Момский район, в село Хану. Тоже такая же школа. И полностью нами была подготовлена школа к сдаче к 1 сентября. И эта школа тоже до сих пор работает. И вот я показываю табель водного инструктажа по технике безопасности. Чайка 78. Тут расписались 51 болец от нашего отряда. Уникальный документ. То есть мы в то время сами, 20-летние, организовывали работу. И эту стройку вели, да? А вот во главе стояли вот этих людей. Командир отряда Чайка Любовь Борисова, единственная студентка, которая в истории студотрядов Якутии была награждена орденом «Знак почета». По ее словам, это высокая награда всем бойцам, кто внес свой вклад в развитие не только республики, но и страны. И вправду за эти 50 лет якутские студенты трудились на всех крупных строящихся объектах. Чего стоит их участие в строительстве одной из самых крупных железных дорог в мире – Байкало-Амурской магистрали. А сегодня это космодром «Восточный», газопровод «Сила Сибири», объект Олимпиады в Сочи. Далеко не полный список трудовых достижений якутских студентов. Если в прошлом году мы объединили движение и обеспечили работой 4,5 тысячи бойцов, то в этом году 8 тысяч бойцов. Количество бойцов не только увеличилось, но и охват, и география гораздо намного расширилась. В стройке мы делегировали более 200 молодых ребят. Это строительство атомной электростанции в Челябинской области, строительство космодрома в Амурской области, строительство объектов Чаиндинского газоконденсатного месторождения. Ежегодный всероссийский слет студенческих отрядов – это главное событие движения, где подведут итоги 58-го трудового сезона. В Якутии слет проходит впервые. За право его проведения студотрядовцы боролись на конкурсной основе. Слет в таких национальных республиках не проходил, поэтому наши гости ожидают от Якутии колорита нашего, чего-то нового, чего они никогда не видели. Некоторые прилетят в Якутск впервые в жизни, и, возможно, потом уже невозможно будет прилететь. Всего на слет приехали более 1300 участников из 74 регионов страны. В программе – культурные, спортивные и образовательные мероприятия. В числе главных отмечают четвертую всероссийскую спартакиаду студенческих отрядов. Впервые в программе спартакиады состоится масс-рейслинг – якутский национальный вид спорта. Самым ярким событием слета стало открытие памятника. В России это 10-я по счету скульптурная композиция, посвященная бойцам студотрядов. Ребята, скажите, пожалуйста, что для вас значит открытие этого памятника? Открытие его памятника в Республике Саха-Якутия означает дань всем бойцам, ветеранам студенческих отрядов Республики Саха-Якутия разных годов. Ведь бойцами студенческого отряда становятся самые трудолюбивые, активные, дружелюбные ребята. Исходя из нашего опыта, можно сказать, что строит ряды – это большая школа жизни. И наши бойцы, наши бойцы сегодня, можно сказать, они все состоялись. Это то, что остается на всю жизнь с тобой. И ты боец. По жизни. По жизни. Так и получается. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Андрей Рукавишников, Джулустан Иннокентьев, Василий Слепцов. Якутия день за днем.